В очередных учениях МЧС задействовали вертолет Ми-8. Специально для того, чтобы отработать навыки беспарашютного десантирования, в Сочи прибыли спасатели из Крымска, Адыгеи и Туапсе на региональные сборы. Вертолет на два десятка минут зависает в воздухе над рекой Сочи. При помощи лебедки и веревки спасатели один за другим спускаются в русло реки. По легенде, учений там находится пострадавший, которому требуется срочная помощь. С одним из спасателей спускают носилки. Уже через несколько минут на них травмированного поднимают на борт воздушного судна. Сегодня мы отрабатывали учебно-тренировочные спуски без парашютного десантирования при помощи спускового устройства по веревке. Проводим мы для того, чтобы тренировались наши филиалы. Крымский, Туапсинский, Адыгейский филиал, чтобы они смогли работать на ограниченной площадке. Накануне в первый день региональных сборов спасатели просто оттачивали навык спуска на ровную площадку базы ЮРПСО. Сегодня условия максимально приближены к реальным. За два года работы спасателем, рассказывает Юрий Герасименко, уже удалось поработать и на ДТП, и в пожарах, и в горах. Сегодня новый опыт. Очень много хороших впечатлений, приятно, интересно. Очень люблю свою работу за эти моменты. Очень полезный опыт получили мы здесь, на этих сборах, для своей работы. На самом деле, это очень пригодится. Эти учения и для летного состава Ми-8. Кстати, вертолет прибыл из Ростова-на-Дону, а вообще обслуживает весь юг страны. В учениях вертолет участвует регулярно. Не раз приходилось полученные навыки применять на практике. Так, во время Формулы-1 в Сочи, именно этот вертолет спасал туриста, получившего травму на горе Ац. Своими силами им, может быть, и получилось бы его оттуда вытащить, но это бы заняло очень большое время, в районе где-то, наверное, 14-18 часов. Соответственно, был вызван вертолет. От взлета здесь до посадки, опять же, здесь минут, наверное, 30-40. Сегодня спасатели по результатам учений получили твердую четверку. Впереди их ждут подобные тренировки с вертолетом в лесу и на море. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.